Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Сергей Уланов. Я и Нур Дусумова. И вот, что вы увидите сегодня. Скандал на строительстве дороги Нурлыжол. Где и почему, расскажут наши столичные корреспонденты. Корреспонденты ТДК-42 побывали на отчетной встрече Акима области и расскажут вам, каких показателей добилась область. В Уральске молодых людей обучали технологиям создания собственной бизнес-модели. Зачем Акимы пересели на лошадей? Далее в выпуске подробно. Скандал на строительстве дороги Нурлыжол. Рабочим не платят зарплату. Под Астаной забыставали строители трассы Астана-Ерементауш-Изерта. Сотрудники субподрядной организации жалуются, что живут в ужасных условиях и более трех месяцев не получают зарплату. Недовольные люди заявили, что руководство казахстанской немецкой компании нарушает трудовые договоры. Теперь строители намерены перекрыть дорогу. Сегодня десяток строителей вышли на акцию протеста. Возмущенные работники утверждают, что больше трех месяцев их заставляют работать без зарплаты. Компания-подрядчик с наемными работниками не церемонится. Люди живут в ужасных условиях. И главное, им не платят зарплату. Люди жалуются, что не могут выслать семьям деньги. А ведь детей нужно не только кормить, но и нужно собрать их в школу или даже в институт. Построить дорогу решили в верхах. Бюджет поделили. Эх, знать бы, но как. Работу мы начали с азартом весной, что в осенью кушаем уехать домой. За месяцы эти полотно возвели. Эх, знать бы, куда все бабки ушли. Работу по акту сдаем каждый раз. В ответ мы все слышим, деньги будут у нас. Череду дни проходят, как рассвет и закат. Но я ведь не знаю, сколько было отдан откат. Остается одно – перекрыть полотно. А как будет дальше? Мне все равно. Пришли на работу. И вот за свою сделанную работу мы никак не можем получить свои заработанные деньги. Обращались Берри Курлыз за своей заработной оплатой. Они нас говорят, что КАЗГЕР нам не выплачивают. И мы поэтому не можем вам выплатить. Я обращался уже и в прокуратуру обращался, мое заявление лежит. И в Нуратан ходил, везде ходил. А так ответа так я и не нашел. Мне сказали, обращайся в суд. А в суд я не могу обратиться, потому что денег на суд у меня нет. Рабочие обратились непосредственно к своему начальству. Но в бухгалтерии субподрядчика компании Берри Курлыз заверяет, что генподрядчик компании КАЗГЕР Строй взяла за этот участок миллиард тенге. Даже по нынешнему курсу это больше 4 миллионов долларов. А суд подрядчикам заплатили лишь малую толику. И теперь денег не хватает даже на зарплату рабочим. По словам рабочих, генподрядчик ответил им, что денег не будет. Идите куда хотите, сказали они. Между тем рабочие предупредили, что если их требования не будут услышаны, они вынуждены будут перекрыть трассу. Таким образом, реконструкция 5 километров автотрассы Астана-Елементов-Шедерте закончилась. Но обещанную зарплату рабочие так и не увидели, несмотря на то, что у всех имеются трудовые договора. По словам строителей, они прошли все инстанции, но результата не добились. А прокуроры лишь обещают выяснить все обстоятельства по факту нарушения трудовых прав строителей. Как прокуратуры района Алматы, так и карагандинской прокуратуры они рассматривают. И в установленный законом срок будет обязательно дан ответ. Как я говорил, уже до 30 дней будем рассматривать обращение. Полиция же, прибывшая на место акции протеста, тут же перекрыла дорогу самим строителям и попыталась объяснить, что республиканскую трассу перекрывать нельзя. Кроме вас, это дорога общего пользования. Если кто-то куда-то опоздает, извините меня, вы будете виноваты. В итоге строителям порекомендовали обратиться в суд. Но у людей, не получавших зарплату более трех месяцев, нет денег, чтобы заплатить госпошлину. Такой вот замкнутый круг. Кандидат экономических наук объявила голодовку в Уральске. 49-летняя Наталья Черченко требует предоставить ей работу. Женщина утверждает, что все ее попытки устроиться в ВУЗы оборачиваются фиаску. Все дело в том, что она написала письмо в Министерство образования, где вскрыла многочисленные факты нарушений. В двухкомнатной квартире панельного дома Наталья Черченко проживает вместе с 16-летним сыном-инвалидом. Женщина живет на его пенсию. Мальчик страдает сахарным диабетом. В последнее время бывший декан частного ВУЗа зарабатывал деньги тем, что мыло полы, иных источников средств для существования у нее нет. Я в субботу не кушаю, употребляю только воду и немножко чая. Это я не вру на самом деле, потому что я имею в виду, я не тот человек. Здравоохранение знает, что я очень человек, поэтому они звонят. Вот действительно здравоохранение звонит и проверяет, как я себя чувствую. Сейчас у меня температура 37,8, потому что у меня прошла операция две недели назад. Вот у меня развивается. И мне нельзя ни в коем случае голодовать, то есть температура поднимается. А почему вы не имеете? Так, объясняю. Потому что мне не признают мои права кандидата Республики Казахстан, соответственно, уже третий год. Из-за того, что я написала три года назад в Министерстве образования письмо, что творится в коммерческих ВУЗах. Что творится? Значит, в коммерческих ВУЗах, первое, нет остепененности. Второе, не соответствует очное и заочное отделение по соотношению. Третье, нехватка учебной и другой литературы. То есть приписки идет. Преподаватели всех приписывают, то есть поднимают, пишут тех, которых не существует, или платят просто деньги в Алма-Ату, в Астану. Отсылают, договариваются им, они присылают документы. Эти документы здесь показывают комиссии. К комиссии приезжает та, которая, соответственно, удобна институту. То есть заранее они договариваются в Министерстве образования, пишут фамилии, присылают тех, кому удобно. Те вещи, про которые говорит преподаватель экономики, выявили при проверках частных ВУЗов и прокуроры. Из 52 профессоров, которые числили в одном из частных ВУЗов города, 48 не существует в природе. Также не существует 100 кандидатов наук. Позже лицензии у ВУЗов были приостановлены. Но все они по-прежнему продолжают свою деятельность. Человек обнил голодовку, очень грамотный человек. То есть, чтобы его услышали. То есть, если вы разговаривали с ней, то услышали, что она говорит, что это беспредел в ВУЗах, берут взятки и наподобные. Мы начали за ней следить, потому что только из-за этого. Потому что человек грамотный, у него два диплома. Мало того, что она защитила диссертацию в России, то есть по экономике. То есть, и такая ситуация на самом деле возмущает. Потому что по отзывам ее же студентов, и ваш коллега Эдуард Михель, с ТДК-42, он мне вчера написал, что это его преподаватель. Она очень принципиальный и честный человек. То есть, и она действительно дает знания. На днях к Наталье Черченко зашел участковый, взял расписку, что она не имеет к нему никаких претензий. Представителей других госорганов здесь не видели. Да и свои комментарии по поводу случившегося отказались дать в прокуратуре области и Управлении здравоохранения. Роман Копняев, Айбулат Жигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. В области на 20% выросли инвестиции в экономику. Об этом заявил Акимобласти Нурлан Угаев на отчетные встречи перед депутатами у Маслехата. За 7 месяцев этого года они составили 146,5 миллиардов тенге. По этому показателю, наш регион занимает 5-е место в республике. Каких еще показателей добилась область, расскажут наши корреспонденты. За 7 месяцев этого года область произвела промышленной продукции на 679 миллиардов тенге. Снижение на 5% по сравнению с уровнем прошлого года связали со снижением мировых цен на нефть и падением курса российского рубля. Несмотря на это, регион увеличил добычу нефти на 16%. Положительные темпы отмечаются в стройиндустрии производства металлических, резиновых и пластмассовых изделий. Во второй пятилетке планируется ввод 8 проектов на сумму более 50 миллиардов тенге с созданием 389 рабочих мест. В 2015 году мы должны ввести в строй 4 проекта стоимостью в 48 миллиардов тенге. В этом году в области спишут 40% всех посевных площадей зерновых культур из-за засухи. Средняя урожайность на данный момент составляет чуть больше 5 центнеров с гектара. Но вместе с тем увеличилось производство мяса почти на 4%. Наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота, овец, лошадей и птицы. В 2015 году на ремонт, содержание и реконструкцию дорог местного значения выделено из республиканского и местного бюджета 5 миллиардов 832 миллиона тенге. Будет отремонтировано 90 километров дорог. На данный момент имеет место стопроцентное освоение выделенных средств. В текущем году при выполнении дорожно-строительных работ по среднему ремонту на участках дорог Жамбита-Каратюба, Анкота-Сыроумир, Уральский-Рысаново, Аксай-Чингерлау впервые в нашей области используется метод холодного ресайклирования. Это когда, используя специальные механизмы, при ремонте основания в качестве дополнительного компонента в материалы добавляют 4-5% минерального вяжущего, в нашем случае цемента, что позволяет значительно улучшить физико-механические свойства основания. В завершении сессии Акиму Западно-Казахстанской области Нурлан Нугайу вручили юбилейную медаль в честь 20-летия принятия Конституции. Глава региона заявил, что основной закон страны с честью выдержал испытания временем. Это начало всех начал. И здесь сидящие западно-казахстанцы вносят весомый, неоценимый вклад в реализацию этих законов и в реализацию поручений нашей главы государства, которое обеспечит нам выйти, сдержать на этом уровне, по крайней мере, по меньшей мере, максимум выйти в передовые страны мира. И я выражаю со своей стороны благодарность вам за ваш труд, за ваше усердие и за поддержку депутатов, представителей местных исполнительных органов. И желаю совместной работы, чистого неба и реализации исполнения всех наших производственных планов, ваших личных планов, планов семьи. Следующая внеочередная сессия Маслихата состоится в начале сентября. На ней будут рассматриваться вопросы уточнения бюджета. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня под председательством Акима Западно-Казахстанской области в Салтанат-Сарайе состоялась конференция, приуроченная к 20-летию Конституции на тему «Конституция. Основы независимости и стабильности». В завершении мероприятия Нурлан Ногаев лично вручил медали и грамоты людям, внесшим особый вклад в развитие нашего государства. В мероприятии приняли участие руководители государственных и правоохранительных органов, депутаты Можилиса Парламента Республики Казахстан и областного Маслихата, ректоры высших учебных заведений, представители НПО и этнокультурных объединений. На конференции присутствующие спикеры отметили наиболее важные и положительные изменения, произошедшие за годы становления независимого государства. Также важность мероприятия отметил и первый заместитель председателя западно-казахстанского филиала Демократической партии Казахстана АКЖОЛ. Сегодня мы приняли участие в данной конференции, посвященной 20-летию Конституции нашей страны. Члены нашего областного совета, филиала нашей партии, депутаты нашей областного Маслихата приняли участие. Сегодня мы вспомнили историю создания нашей Конституции, принятия, его развития, потому что были внесены три раза изменения, дополнения в связи с социальной необходимостью. И сегодня мы, конечно, в первую очередь, так сказать, дань уважения отдали нашей Конституции, которая в течение этих 20 лет дает развиваться нашей стране, развитию нашей общественно-политической жизни, жизни сего общества. Самым выдающимся деятелям города и области от имени главы государства были выданы почетные грамоты, медали и благодарственные письма за бесценный вклад в формирование и развитие современного общества. Сегодняшний день, конечно, торжественный для меня, как и для моих коллег-земляков, потому что накануне празднования 20-летия главного закона страны Конституции мы сегодня были награждены государственной наградой, медалью, посвященную 20-летию Конституции. Естественно, это не только радость за признание нашего труда, но и в то же время большая ответственность еще раз продумать свои действия, реализации тех планов и задач, которые поставлены перед нами, вернее, перед учителями. В принятии основного закона страны приняли участие более 3 миллионов граждан. За 20 лет в нашу Конституцию поправки вносились в 1998, в 2007 и 2011 году. Но данные изменения – это необходимое веление времени, которое позволяет совершенствовать структуру законодательства. И за годы независимости, подтвердившие свою эффективность, демократичность и защиту прав и свобод граждан. Сегодня в Уральске молодых людей обучали технологиям создания собственной бизнес-модели. Для этого специально был организован региональный семинар в Назарбаево-интеллектуальной школе на тему предпринимателей, лидеры новой инновационной экономики Казахстана. Организаторами мероприятия выступила Ассоциация Булашак при поддержке Акимата города Уральск. В семинар-тренинге приняли участие порядка ста человек. Это молодые предприниматели, лидеры молодежных организаций, стипендиаты программы Булашак, молодые ученые и инноваторы, сотрудники производственных предприятий и представители СМИ. Открыл семинар глава города Алтай Кульгинов, который отметил динамику роста малого и среднего бизнеса. Я думаю, обмен к таким опытам будет очень интересным и для наших бизнесменов, для наших предпринимателей. Какие бизнес-модулирования имеются, как нужно долгосрочно планировать, как нужно выстраивать всю линейку, например, начиная от производства до дистрибуции. Вот такие моменты мы будем сегодня обсуждать. Семинар проводился в рамках содействия реализации пяти институциональных реформ. Член Совета Ассоциации Булашак Жуматай Салимов рассказал об основных направлениях деятельности и упрощении подачи заявок на получение грантов в Национальном агентстве по технологическому развитию. Сегодня мы хотели бы дать старт инициативе, республиканской инициативе, это национальный конкурс инноваций. В рамках этого конкурса мы охватываем все различные субъекты инновационной системы. Начиная со школьников, то есть это наша школьная скамья, сам старт, затем мы идем в стартапы, это уже студенты, как бы молодые предприниматели. Отдельно ученые молодые, у нас для них специальный конкурс. Отдельно предприятия и работники СМИ. Вот коллеги из вашего цеха, очень важно для нас правильно донести до них идеи главы государства по вопросам развития инноваций. Бизнес-тренер из Украины Олег Афанасьев рассказал участникам о структуре развития инновационного бизнеса, модели «Канвас» и ее ключевых видах деятельности. Он также отметил, что с помощью данной бизнес-модели молодые предприниматели смогут сформировать свои команды для создания новых стартапов в Казахстане. Сегодня миллионы людей создают стартапы, и из них только какая-то десятая часть выстреливает. Вопрос только в одном. Люди начинают делать то, что спланировали или нет? Поэтому у вас та же история. Не лениться, брать, скажем, в руки свои бизнесы и просто начинать делать прямо сейчас. Как только они построят бизнес-модель, дальше они должны построить экшн-план и по этому плану двигаться по шагам. И если они начнут двигаться и быть приверженными своим собственным планам, у них нет возможности быть неэффективными и неуспешными. В завершении мероприятия были подведены итоги. Участникам была представлена возможность задать интересующие вопросы спикерам и поделиться своими впечатлениями. Олег Великий, Марлен Искалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Служба экономических расследований Департамента государственных доходов выявила ряд правонарушений в бюджетной сфере. Таких дел в производстве было 23, из которых 13 направлены в суд и прокорчено по нереабилитирующим основаниям, то есть за возмещением ущерба. К примеру, на рассмотрение в суде находятся уголовные дела в отношении глав крестьянских хозяйств по факту получения субсидий на введение селекционной племенной работы с маточным поголовьем КРС и других направлений по данной государственной программе. По некоторым уголовным делам наложены аресты на имущество на сумму более 30 миллионов тенге. Также нарушения встречаются и в сфере квази-государственного сектора экономики. Так, в производстве службы экономического расследования находилось 31 уголовное дело, из них было окончено 24, а в суд направлено 9 дел и прокорчено по нереабилитирующим основаниям 15 дел. По результатам негласных следственных действий задержан исполичный директор районного управления акционерного общества КАС «Трансгаз» Аймак Шакулов по факту оказания покровительства в отношении своих сотрудников. Приговором суда Шакулов осужден на условный срок, ущерб причинен им, возмещен в ходе судебного разбирательства. Аналогично приличны к уголовной ответственности три руководителя западно-казанского филиала Хаастан-Темаржала, которые причинили ущерб государству на сумму более 8 миллионов тенге. Ущерб также возмещен полностью. С начала купального сезона в западно-казанской области утонуло 29 человек, 12 из них дети. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Эта цифра больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период на водоемах погибло 25 человек, 9 из которых дети. Спасатели вновь предупреждают граждан об осторожности. Сейчас, когда вновь пригрело солнце, люди потянулись к рекам и озерам. Основные причины по утоплению детей это отопление детей без пресмотра взрослых, а со стороны взрослых это купание не в сломом месте и не в трезвом состоянии. Также буквально вчера около 9 часов на поступке информация, что в желающем карьере утонул день человек. Сейчас в данное время проводится поисковая спасательная работа. В Западной Казахстанской области Акимы пересели на лошадей. Так они решили сделать более зрелищным театрализованную постановку в Боке-Орде, где прошли торжества в честь 550-летия образования казахского ханства. Более 800 человек стали свидетелями незабываемого зрелища. Стоит напомнить, что село Хана-Ордасы находится в более чем 500 километрах от Уральска. Именно сюда приехали этнографы, историки, писатели, музыканты, журналисты, депутаты со всей страны и даже из дальнего зарубежья. Рядом с поселком воссоздали аулы из прошлого. Актеры Западно-Казахстанского драматического театра продемонстрировали историю этих мест. Времена ханов и батыров прошли. Но дух патриотизма и любви к родни живет в сердце каждого жителя нашей страны. Это поистине грандиозное событие. Оно способствует единению нашего народа. Нарын Пески – это священная земля. С каждым приездом сюда я испытываю прекрасные впечатления. Здесь очень красивая природа. Она дает ощущение целостности и первозданности нашего бытия. Под занавесом театрализованных представлений Аким-Касталовского района Нурлан-Бекаир вместе с 16-ю Аким-Миссельских округов на лошадях и в военной экипировке прошлись перед сценой, продемонстрировав готовность к любым командам Жангирхана. Наряду с театральным представлением прошли традиционные скачки. Главными призами стали автомобили «Лада Гранта» и «Квадроцикл». Современные джигиты выбирают сейчас железных коней. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев. Телеканал ТДК-42 из Боке-Орды. По пути в Боке-Орду заместитель премьер-министра Казахстана Бердебекса Парбаева и Аким Западной Казахстанской области Нурлан Ногаев посетили мавзолей Жангирхана казахского, Кюши-Довлеткире и выдающегося историка Мухаммед Салаха Бабажанова. В селе Хан-Ордасы гости праздника облюбовали ханский дворец Жангирхана. На территории Казахстана это единственная ставка хана, сохранившаяся до наших дней. На территории музея также имеются оружейная палата, ханская мечеть, здание женской гимназии и урдюнской типографии. Я 16 килограммов документов привезла и фотографию. Все они здесь представлены, документы я сейчас увидела. Почему мой особый интерес к истории Букеевской Орды? Все мои нагаши, они букихановы. С одной стороны, они потомки хана Букея по линии старшего сына Тукея, это мой нагаши Ата. А нагаши Айже, она хана Жангира через Мухаммед Гирея, Сейдгирей, Мухаммед Гирея, и потом уже пошла вот наша линия. Центр изучения проблем религии при управлении по делам религий Западно-Казахстанской области провел награждение победителей в областном творческом конкурсе «Духовность» среди журналистов Западно-Казахстанской области. Среди лучших были названы и наши журналисты. В рамках реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан был проведен конкурс, целью которого является повышение качества освещения в СМИ, приоритетов государственной политики в области обеспечения свободы вероисповедания и взаимодействия с религиозными объединениями. Информирование общественности о последствиях пребывания в деструктивных религиозных течениях и о негативном влиянии псевдо-религиозных объединений. Основной целью проведения данного конкурса является повышение профессионального уровня журналистов в области вопросов освещения религиозной тематики, укрепления взаимодействия государственных органов и СМИ по вопросам противодействия религиозному экстремизму и терроризму. В торжественном мероприятии также приняли участие журналисты печатных изданий областного, городского и районного уровня. Члены информационно-пропагандической группы и областного методического совета по освещению религиозной тематики в СМИ лучших журналистов наградили грамотами и цеными подарками. Безусловно, средства массовой информации являются одним из основных предметов освещения народа, освещения людей о религиозной обстановке в нашей стране и в мире в целом. И поэтому наше участие, участие нашего телеканала ТДК-42 в этом конкурсе было понятным. Влиянию деструктивных течений в основном подается молодежь, психика которой полностью не сформирована, и любая дезинформация может подействовать на будущее мировоззрения человека. В связи с этим в нашем государстве ведется активная и разъяснительная работа в области религии, а средства массовой информации активно ее поддерживают. В воинской части 55-17 состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию основного закона Республики Казахстан 20-летия Дня Конституции. В нем приняли участие руководители органов государственной власти, ветераны войны и внутренних войск, представители и руководители правоохранительных органов и многие другие. Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом, посвященным празднованию Дню Конституции. Сотрудники воинской части 55-17 показали, что умеют не только по достоинству нести службу, но и способны проявить себя как творческие люди. Защита Республики Казахстан является священным долгом каждого гражданина Республики Казахстана. И мы, как войска национальной гвардии, всегда стоим на страже Конституции, на страже национальной безопасности нашего государства, внутренней безопасности. И для нас данный закон является основным законом. Значит, руководствуясь данным законом, то есть Конституцией Республики Казахстан, мы используем по всей неделе деятельности при выполнении своих служебных боевых задач. Для солдата, как они сами признаются, Конституция значит многое. Ведь вступая в ряды вооруженных сил, они принимают присягу и торжественно клянутся до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и свято соблюдать Конституцию и законы своего суверенного государства. Для нас, для военнослужащих национальной гвардии, это очень большой праздник. Ведь мы несем внутренний порядок, находимся на охране и обеспечении правопорядка. Также мы охраняем, допустим, какие-нибудь спортивные мероприятия проводятся большие. То есть мы охраняем это, допустим, важные государственные объекты, также мы охраняем. В этом году Конституция нашей республики будет отмечать знаковое политическое событие 20-летия. Конституция, используя исторический и современный опыт человечества, не только регулирует наиболее важные общественные отношения, но и официально выражает интересы гражданского общества, а также определяет основные пути развития страны и ее многонационального народа. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Спасибо за внимание и с наступающим вас праздником! Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Спонсором новостей является Баттас Мунайгас Жабдахтара. Спонсором прогноза погоды является торговая марка «Дем». Всем на радость, воды, дем, сладость. Спрашивайте во всех магазинах города. Контактный телефон 25 3131. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин